Здравствуйте! Меня зовут Андрей Громов. Я преподаю в токарной школе Рубанка. Я часто слышу один и тот же вопрос. Как быстро можно научиться токарить? Существует всего два способа обучения. Вы можете научиться токарному делу, просматривая ролики на ютубе, а можете взять уроки у мастера. Но скажу вам сразу, первый способ очень долгий. Почему? Потому что вы никогда не узнаете очень важные нюансы, которые можете узнать, общаясь лично с мастером. Преподаватель поставит вам руку, покажет правильный угол резания разными резцами и также очень много важных мелочей. Если вы хотите овладеть токарным ремеслом и у вас есть возможность выбора, то я настоятельно рекомендую вам найти мастера или токарную школу и учиться там. Если говорить о нашей школе, то здесь в первую очередь мы рассказываем о строении станков. Какие виды бывают станков, из чего они состоят, какие к ним применяются подручные средства. Вы все узнаете о токарных пантронах, планшайбах, задних бабках, центрах и так далее. А также мы учим работать с резцами. Рассказываем, какие виды резцов бывают, как правильно их затачивать, какие углы заточки применяются в том или ином виде токарной обработки. В нашей школе мы подскажем, какие вам выбрать резцы для ваших конкретных задач. Занятия в нашей школе разделены на два этапа. Первый этап – это точение центра. Что это такое? Это когда заготовка зажата между двумя центрами. Вот как пример этому – это скалка. Что еще мы делаем на наших токарных курсах? В первую очередь мы разучиваем классические формы, которые встречаются во всех токарных изделиях. Валик, выкружка, заплечик. Во время этих курсов вы самостоятельно будете отрабатывать каждый из этих элементов, различными инструментами. И в конце каждого курса вы делаете самостоятельную работу – изготовление подсвечника по собственному индивидуальному эскизу. Здесь вы научитесь самостоятельно изготавливать чертежи или эскизы, что поможет вам, когда будет необходимость, сделать несколько одинаковых деталей. На втором этапе обучения мы учимся работать без поддержания задней бабки. То есть, работать в токарном патроне, планшайбе или каким-то другим способом. Это так называемое лобовое точение. С помощью него мы учимся делать различную посуду. В данном случае тарелка или изготовление бокала, совочка для сыпучих продуктов, миски, шкатулки. А в конце этого курса дипломная работа каждого ученика – самостоятельное изготовление, например, тарелки или чаши. В конце обучения в нашей школе вы получите не только самостоятельно выполненные изделия, но также самое главное – это навык, который поможет вам воплотить ваши творческие идеи в жизнь. Вы можете делать различные полые формы, вазочки с причудливым рисунком, разные шкатулки, разные другие интересные формы. Все это позволит вам не только радовать ваших родных, близких и друзей замечательными изделиями, сделанные своими руками, но также может превратиться в ваше ремесло и принести вам дополнительный доход. Одно из дополнительных направлений нашей токарной школы – это популярное сегментное точение. На нем вы научитесь правильно рассчитывать сегменты, рисовать схемы, напиливать сегменты, а также их склеивать. Преимущество в том, что вы можете использовать различные породы дерева для изготовления различных форм. Здесь вы не привязаны к какому-то отдельному дереву, вы не привязаны к отдельной форме. Здесь вы можете экспериментировать со всем, что вы хотите. Делать различные шахматные доски, вазы и даже музыкальные колонки. Мы научим вас пользоваться различными измерительными инструментами и приспособлениями, которые пригодятся вам в токарном ремесле. Это различные люнеты, центроискатели, кронциркули, шлифовальные приспособления. Все это будет вам в помощь. И, конечно, изделия без финишной отделки – это еще не изделия. Здесь мы научим вас, как пользоваться маслами, лаками, восками и так далее. На наших курсах мы особое внимание уделяем заточке резцов. И здесь вы научитесь затачивать резцы на различных заточных станках и приспособлениях для них. У компании Рубанков две токарные школы. Одна из них находится в Питере, другая в Москве. Продолжительность курсов московской школы – два месяца. Занятия происходят два раза в неделю. Каждое занятие по три часа. Вы можете для себя выбрать первую дневную смену с двух до пяти или вечернюю с шести до девяти вечера. Руководителем токарной школы в Питере является Дмитрий Пушин. Очень хороший мастер и прекрасный педагог. В московской школе преподаю я, Андрей Громов. И более подробную информацию вы узнаете по ссылкам в описании. Приглашаю вас в нашу школу. До новых встреч!